Ленинская детская библиотека очень скучает по старому, привычному методу работы, но нарушать установленные для всех библиотек правила нельзя. К новому формату работы здесь привыкают до сих пор. Закрытый читальный зал, кафедра, преграждающая дорогу к стеллажам с книгами. Для детей это все равно, что постоять у витрины магазина, не покопаться в книжках, разглядывая обложки, не полистать, чтобы понять, хочется ли прочитать именно эту книгу. В библиотекаре сами не рады, устали объяснять новые правила. Ребятня забегает в библиотеку по пути из школы, а там все ходят без масок. Но в книжном доме строгие правила. Пока до 30 сентября распродлен масочный режим, мы принимаем только в масках. Предлагаем нашим читателям в любых средствах телефон, электронная почта, социальные сети, сообщить нам о том, в какой день они собираются прийти и какую книгу заказать. Потому что в фонд мы не пускаем пока. Читатели нам приносят книги. Вы видите, что у нас перенесена кафедра. Кафедра перегораживает вход в фонд основной. Книги по новым правилам нужно приносить в пакете. В пакете лежит бумажка, на которой написан фамилия, школа, класс. Но если взрослый, то полностью фамилия, имя, отчество. Книжки опускаются в коробочку, в такой вот мешок. В течение дня они здесь собираются. Потом мы их завязываем и на 5 дней мы отправляем на карантин эти книги. Только после этого они у нас возвращаются в фонд. Ну и в фонде тоже просим выбрать, ну, сказать им, какие нужны, если им задали по литературе читать какую-то литературу. Либо спрашиваем предпочтения и предлагаем сами читателям книги. Книжный фонд в детской библиотеке богатый, хороший. Среди огромного количества журналов, энциклопедий, документальной и художественной литературы обязательно найдется нужное, чтобы подготовиться к школьному уроку или почитать для души. Фантастика, сказки, повести и рассказы, романы и поэзия. Книжки для любых возрастов и предпочтений детской и юношеской читательской аудитории. Буквально на днях у нас наша библиотека пополнилась новыми книгами. Эти новые книги предназначены именно для наших читателей, потому что когда мы делаем заказ, мы учитываем их направление, их желание, их потребности. Видим, какие книги дети берут, читают. Поэтому мы и в этот раз заказали книги Дейзи Метоус. Очень много книг заказали. Это про кенгурят, про кошечек, про собачек. Здесь вот у нас появилась коала в нашей библиотеке. Крольчонок уже не первый появляется. Да, вот их даже в этой серии несколько. То есть книги, которые про животных, очень пользуются популярностью. Также у нас начинается возрастной ценз от 0+, 6+. Книжечки тоже вот такие необычные. Леди Бах и Супер Кот. То есть связаны с мультфильмами, которые ребятишки смотрят. Которые такие насыщены картинками. Приятно держать их несколько серий. Могут взять ребятишки, почитать. И, конечно же, тот жанр, который сейчас очень популярен у нашей молодежи. Это комиксы. Мы видим здесь, в этих книжках у нас есть. Домашние животные. Тайная жизнь домашних животных. Все тоже знакомые, любимые герои. Я думаю, что дети, посмотрев мультфильм, еще с удовольствием обязательно почитают такую книжечку. Ну и для более взрослого поколения это биография в комиксах. Жанна Дар. Вот тоже такие комиксы, которые исторические события можно прочитать. Древний Египет. История в комиксах. Тоже и такие вот картиночки, книжечки. Ну и на сегодняшний день, наверное, такая животрепещущая тема. Это здоровье. И вот такая книга Антона Лойба. Что такое мир моли. Это про молекулы. То есть можно взять, я думаю, что она идет, у нее должен быть, наверное, 0+. Потому что могут и родители детям показать эту книжечку. Вместе с ними почитать. Она очень интересно оформлена. В ней много разворотов. Много секретных мест, которые ребенок может найти. И сам какую-то открыть тайну. Вот такой вот разворот. То есть книг очень много. Шрифт хороший. Приятно держать такие новые книжки в руках. Я думаю, что нашим читателям будет что почитать. Мы эти книги выставим на сайте. Каждую книжечку в отдельности. И учитывая наши сегодняшние условия, вы можете эту книжечку, прямо либо фотографию, либо название написать, что вы хотите ее взять. Мы обязательно ее вам отложим. И вы можете прийти и взять эту книжечку, не заходя в фонд. Пока ограничения такие вот есть по входу в фонд. Пусть по записи, но книжки можно брать. Это для маленьких книголюбов и их родителей уже большое дело. Все лето в библиотеку они ходили лишь онлайн. Библиотекари работали каждый день, чтобы виртуальные посетители были всегда в курсе событий и библиотечных новостей. Каждое лето в читальном зале мы проводим для ребят младшего школьного возраста познавательные игровые занятия. Проводили. И дети знали, что понедельник – это день громкого чтения. Во вторник мы играем. В среду мы читаем интересные публикации журнала, ознакомимся. В четверг мы делаем поделки. В пятницу смотрим фильмы, обсуждаем. И вот в этом году, впервые за долгие годы, у нас оказался пустой читальный зал. И все занятия познавательные перешли в формат онлайн. Мы открыли виртуальный летний читальный зал. И каждый день летом с 6 июля по 28 августа читатели заходили сюда, в наш виртуальный читальный зал, и находили в нем новую публикацию с видео или аудиозаписями, играми или викторинами. Онлайн читальный зал соответствует реальному. Занятия все те же. Громкие чтения, тихие игры, интересная информация. Теперь это вкладки, где отображается вся проделанная работа, совместная работа библиотекарей и посетителей виртуальной библиотеки. Всего прошло 40 онлайн занятий. В них участвовало 65 детей. Причем это были не только леневские ребятишки, потому что интернет-сеть открыта для всех. Любой может зайти и принять участие. И в конце лета мы назвали имена самых-самых активных участников. И большинство из них оказалось, что это ученики 4-го класса, школы номер 4. Мы очень благодарны этим ребятам. И очень благодарны их учителю Марине Васильевне Визовой. Все лето она была в курсе всего того, что проходила в виртуальном читальном зале. И она видела, как активничают ее ученики. Они решали кроссворды, отвечали на вопросы мини-викторин. Все это в режиме онлайн. И присылали свои поделки для общих выставок. То есть у нас здесь был мастер-класс. И Мария Михайловна Райс, она снимала почти каждую неделю свое видео короткое с поделками. И ребята делали, присылали видео. И мы, конечно, благодарны, как я уже сказала, Марине Васильевне. И вот еще хотим отметить Катю Сороку, ученицу 3-й школы и журналистов программы «Переменка». Катя не пропустила ни одного занятия. И выполнила все-все задания. И отвечала на вопросы, и делала поделки. И все ребята, активные участники, получили дипломы. Об окончании, так сказать, такого цикла каникулы в библиотеке, который проходил в онлайн-формате. Каникулы в библиотеке закончились, но читальный зал по-прежнему. В реальности закрыт для посетителей, а вот онлайн открыт всегда. Читателям нужны знания о книгах, о писателях, о том, какие книги новые приходят в нашу библиотеку. Что интересного публикуется в детских журналах. И мы всех приглашаем в наш виртуальный читальный зал. И детей, и родителей, и педагогов. Онлайн-мероприятие можно посещать целыми классами во время классных часов. Открыть, то есть здесь есть определенные темы. И все материалы расположены в календаре по расписанию. Можно посмотреть расписание, увидеть его. И там же указано возрастное назначение. Колоссальная работа проводится библиотекарями, чтобы быть полезными и интересными для своих посетителей даже на расстоянии. Поэтому обязательно зайдите на сайт Леневской детской библиотеки. Вас ждет увлекательное путешествие, которое не захочется прерывать. Оно будет с вами каждый день. Сама библиотека за лето тоже заметно преобразилась. Библиотечная централизованная система приобрела выставочный стеллаж, необходимую в библиотеке вещь. Леневская администрация выделила деньги на кресло. А спонсор, сибирский антрацит, осуществил давнюю мечту всех обитателей книжного дома. Все его девять окон, теперь пластиковые. Мы хотим поделиться своей новостью, радостью. В детской библиотеке поставили новые окна, чего мы ждали очень долго. Не только мы, а и наши читатели. Потому что многие выросли уже, читатели, и приводили своих ребятишек в библиотеку. Говорили, вот я здесь читал. И сразу же обращал внимание, ну вот, юноша молодой привел на окна. Говорил, что вот окна такие старые, и так до сих пор и восыны не там. Я думаю, что теперь этого не будет. Теперь мы рады, у нас тепло, сухо. Порой что дети у нас проходили в фонд, выбирали книги в одежде в холодные, зимние, морозные такие дни. Ну и на мероприятиях сидели тоже одетые. Теперь у нас все красиво, эстетично, тепло и уютно. На новые окна повесили новые шторы, побелили потолок, и атмосфера поменялась. Светло, красиво, современно, но по-прежнему уютно и пахнет книгами. Осталось дождаться отмены ограничительных мер, чтобы библиотечная жизнь смогла войти в привычную колею, где тесному взаимодействию с юными читателями уже ничто не помешает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова